Знаменитый пистолет-пулемет Томпсона на самом деле использовался не только в США. Знали это оружие и в других странах мира, в том числе и в Советском Союзе. По какой-то странной капиталистической иронии легендарную чикагскую скрипку первой опробовали вовсе не гангстеры Аль Капоне, а советские пограничники в середине 20-х годов. Интересно, что в отличие от иностранного маузера Томми Ган никаких прозвищ в СССР не заработал. Отгремела Первая мировая война, закончилась братоубийственная гражданская. Совершенно очевидно, что в условиях развала экономики и голода положение Красной армии, а также ее снабжение, было далеко не на самом высоком уровне в середине 20-х годов. Винтовок Мосина и Наганов в армии хватало со времен гражданки, однако о комплектации личного состава высокотехнологичным оружием и снаряжением речи вовсе не шло. Мечта о совершенном оружии для армии сбылась в 1924 году. Мастером желаний для Красной армии тогда выступил сам председатель Феликс Дзержинский. В Соединенных Штатах Америки в то время также были не самые лучшие деньки, назревала Великая депрессия. Тогда большевикам удалось через Мексику заказать для своей армии партию новейших автоматов Томпсона образца 1921 года. В те годы это чудо-оружие стоило примерно как половина нового Форте. Его не могли себе позволить ни полицейские США, ни даже ФБР. Таким дорогим был Том Меган. У Дзержинского деньги на такую роскошь нашлись. Совершенно очевидно, что партия была небольшой и скорее всего нелегальной с позиции США. Как бы то ни было, уже совсем скоро ряд пограничных ОГП у страны Советов получил новейшее огнестрельное оружие. До этого из автоматического оружия у пограничников были только 50-килограммовые пулеметы Максим. Легкое и компактное вооружение нового типа пришлось как нельзя кстати. Учитывая, что автоматов было немного, логично было бы предположить, что выдавали их только самым проверенным и опытным бойцам. Ряд отечественных оружейных историков и экспертов склоняется к мнению. Что практика использования Том Меганов советскими пограничниками помогла доказать командованию ценность пистолетов-пулеметов в будущем и как итог способствовала скорому развитию отечественных образцов.